Аплодисменты Здравствуйте, детишки, я Дедушка Мороз Не слышу? Здравствуйте, детишки, я Дедушка Мороз Я, между прочим, подарки вам принес И это привет Пачку печенья, батоны порывай Батоны нет, да Катя Петрова, читай скорее стяжок Так, скоро Ну-ка, детишки, похлопаем четок Катя, я Попада юночка, я спакал Бей, себе, волка А что ж пьёте, дети, да? Дедушка упал. Очень скользко. Что ж орёшь ты, мальчик, я не снеговик и не Карлсон. Ну ладно, я лошадка, но в трек тогда и тогда и всё, наскакался. Валя, накатайте, бурку не трожь, ка-а-а, на маты. Ну я ж не лошадка, ну что ж ты орёшь? Где пираты? Дети пожалеете, и дедю муроза. Ай, прикольно. Хорошо, что ухо, а если у глаза? Всё, довольно. У тетю-тетишки ёлка высока. Всё, прощайте. Рыжий, конопатый, пионер в очках, не качайте! Рыжий, конопатый, пионер в очках! Где вы, детишки? Какие-то не плачут. Эй, у входа! Пропустите тётю. Это тётя вырачивает. С Новым Годом! С наступающим Новым Годом нашим вам с кисточкой. Да, сегодня давайте... Да. Я с удовольствием приглашаю нашу сегодняшнюю снегурочку практически, потому что в таких шляпках, которые я сделал, можно купить все. Я Генни Беков. Вот это мы так обмениваемся. Я говорю, Николаевич, Ты выберем? Левый, правый. Сюда смотри, я выбрал оба. У него стерео, да? У него всегда лучшие микрофоны были, два джека. Я не задаю вопрос, куда второй джек ставлю. У старых нотят джек. Да, молчат. Вот, я имею в виду, Саш, правильно поднял тему. Вообще, если ты не имеешь права называть себя артистом, если хотя бы раз в своей жизни не был Дедом Морозом. Вывлитый Дедом Морозом, Евгений? Вот тоже. Я же артист. Тогда быстро, быстро, буквально вот так вот схематически. Курганский машиностроительный завод. Богатый предприятие. О, ПМК. Курганский машиностроительный завод. Да, это да. Вот, и там, значит, действия зависают за миссией. Господи, я не могу говорить. Серьезное, то есть у нас сначала действия, едут с детишками на улицу, а там все-таки Морозы такие, 25. Вот, а потом в зале, а там уже другая опература. Заказывают два костюма для Деда Мороза. Один уличный, другой в зале. Потом, ближе к Новому году, естественно, режут сценарий и остается действие только в зале. Но костюм к этому времени шли только зимний. Вот, и я вот в зимнем костюме прямо на трусы его надеваю. Маленько. Десять юлок, семь килограмм. Классная диета от быкова. Поэтому, милые дамы, если вдруг способ есть, то все в Курганский машиностроительный завод. Десять юлок, семь килограмм. Классно. Ладно, ну и все-таки сегодня мы немножечко как правительство вступаем. Потому что, как говорится, не первый год уже празднуем. Должен сказать сразу, что следующий год, 2013-й. Хороший. Так время контракта-то и придет. Что там со вспышкой у нас? Короче, следующий год это мой голос, поскольку я побуду змея, на самом деле. Не могу сказать, что я черная в одиночестве, но змея безусловнейшая. Вот поэтому сегодняшний концерт заряжен. Глаз светлый, рука легкая, все нормально. В Германии оперированная, так что никакой инфекции, все хорошо. И давайте будем общаться, будем, как говорится, писаться. Что бы вы хотели сегодня услышать? Поскольку сегодня мы с Сергеем Николаевичем Быковым решили сделать концерт полностью зеленым. У нас первые три песни намечены. Несмотря на то, что он в синим галстук. А синий из киржо выдает зеленый? О, красавица. В общем, мы составляем такую рацию эмоций, синий из киржо. Вот сейчас зеленый мы наблюдаем. Кто обладает ультра красно-фиолетовым зрением. Если считать за рекламу Ильки. Мы потом это, конечно, снимем, потому что жарко. Это как Курганский машиностроительный завод. Но, тем не менее, 12 лет назад, в 2000 году, когда я встречал Новый год на плавающем средстве, и вправо-влево, вперед-назад и вниз была только вода, и деваться было некуда, и я принужден был смотреть телевизор, первую программу «Три куклы». А тогда еще никто не был готов к 10-дневному празднованию. Спасибо Божьим Чужариновскому, который способствовал. И вот я тоже где-то неделю смотрел все эти программы «Наш народ-то нас укрыл». Он за три дня выпил все, что он накопил. Думал, что через две дня опять работает. То есть по пивку. Нифига, оказалось, еще неделю надо было тянуть. А уже пить-то нечего. Николон в аэрозольной упаковке не действует. И просто были нервные срывы. Я тогда вот посмотрел в Курте, и думал, что такое песня. Но на самом деле это будет с 1 января 2013 года по 10-й. То же самое, ничего не меняется. А в Новый год страна смотрела телевизор. Одни и те же сиськи ляжки и зады. Одни и те же мастера прикольной шизы. Хиты, понты и ощущения беды. Из веков в век, из года в год перелетали. Все те же звезды под фанеру не в попад. И в Новый год сидели люди и гадали. Когда ж начнется долгожданный звездопад? Деды вздыхали в телевизор. Вот где банки! И то, что в нашей нет ни денег, ни львов. И наступив в который раз на те же грабки, Страна смотрела телевизор в Новый год. А там девчонка залетела, как хотела. Парнишка с грудью, мол, все будет хорошо. Страна дурела, отрывалась и балдела. Из-под стола крича в экран. Давай еще и так, давай, сразу всех из разума ноги. Кумиры прыгали с канала на канал. Все те же песни, те же шутки для убогих. Безумный, вечный, бесконечный сериал. И вечный шлякер, и покой нам только снится. Куда ни блют звезда звезу прою говорить. Все те же маски, непохожие на лица. В десятидневной бига гипер-супер-хип. Но деньги кончились, экраны опустили. И мертвый город пьяно спит и видит сны. В мозгах бушуют предпохмельные метели. Намереваясь не кончаться до весны. Но кто ж так просто клиентуру отпускает? Но кто ж так просто из этих цепких лап уйдет? И телевизор, и экраны зажигали. Страна вставай. Страна вставай. Страна вставай, мы повторяем Новый год. Как все это впереди, сколько нас ждет. Это не собственный констант о вечности. 2013 год был очень нервным годом. Вы знаете, как-то все нервничали. Ну как-то вот так вздрогнули. Вскочил закон против Чириев сразу. Не вскочил закон против Чириев. А почему не вскочил? Как-то все нервничали. Дай Бог, чтобы в 2013 году все расслабились. Даже до тихого, удовлетворяющего начала конца. Конец света, как подсказывают последние события, так и свершился. Так и все-таки в России он случился. В последнем событии, в суде. Хотя такой вот анекдотный анекдотный. Конец света, как у России, вот так я уже здесь был. И не отдохрал. Потоптался, да и ушел. На пороге. Даже курницу не прошел. Да, вот тишины хочу, тишины, да. Величайший величины, да. Ну и вот сегодня снежок пошел, так на душу легло хорошо. Я как водитель сегодня скажу, как снежок пошел, тяжело уснул. Прям очень милый. И как водитель машину оставил дома. Это мудрый водитель. Не зашел с небес, а горы снегопад. Разукрасил в белый цвет весь белый свет. И синоптики растерянно твердят, Что такого не бывало много лет. Преутихли даже злые языки, Что снежинки это мерзлая вода. Даже дворники лапа своих штыки Отомкнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мыль, Что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршит Новый стихор свет и заметает Утром с последней звездой Выйду я в город седой Прыгнешь ко мне голодой Растаешь Прыгнешь ко мне голодой Растаешь Прыгнешь ко мне голодой Говорят, убелизнут короткий век, Что опять все по черней, Говорят, Но пока идет набор от белый снег И синоптики растерянные спят. Белая снежная мыль, Что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршит Новый стихор свет и заметаешь Утром с последней звездой Выйду я в город седой Прыгнешь ко мне с куртой Растаешь Субтитры создавал DimaTorzok Ай да 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 через дорогу в Казацкий молодежный центр, там есть сотрудники много, они ходят обедать в нашу столовую. Как-то они заходят в отдел новостей, где я работаю, смотрят на меня и изрекают сакраментальную фразу. Загадочную. Они говорят, ты толстый, если бы ничего. Открыли Америку. Ты будешь Дедом Морозом. Я говорю, скринали. Они говорят, да-да, на елке для наших детей две елки. И я почему-то не смог отказать. Вообще, благодаря этим двум елкам я оказался в Москве и сейчас перед вами. Сейчас был бы большим, счастливым, великим человеком в Казахстане. И, значит, почему-то я попросил валенки с калошами. Я потом понял, почему калоши я просил. Это инстинкт самосохранения сработал в последние годы. Значит, в назначенный срок, где-то числа 30-го, я пришел в молодежный центр. Мне дали плисовый синий халат. Значатся валенки с калошами. Надели усы и бороду и намазали помадой. Такой натуральной, женской, такой типичной помадой. Куда, смотрите? Глазами мы были ваши. Строкаш дотягиваешь. Дотянем до антрактора. Споем до антрактора. Друзья. Детям не надо показывать. Страшный кадр. Я пришел, намазали помадой, губой и нос. Но я, артист-самодеятель, не знал, чего. Дали шапку, посох. Причем посох, как сейчас помню, был вымазан синий гуашкой, который оставлял следы на всем. Даже под водой и на стекле. Барежки сразу стали синими. И, значит, меня вытолкнули к детям. Первый замес детей было немного. Человек пять. Родителей было раза в три почему-то больше. Тогда я уже начал задумываться о непонных семьях. Когда три родителя. А я-то что думал? Я думал, дети, они же, ну, при глазенке хлоп-хлоп, да. Вышел полный дядя. Дед Мороз, они уже тын-стын. Так, и шестьдесят счастья. И все. Я вышел и говорю, здравствуйте, детишки. Здравствуйте, я вам поможу, тебе сказали. Поздравляю вас с наступающим Новымском. Дедушка, я купить фильмы на плацу. И потом, знаете, вот страшная вещь. Выяснилось, что говорить больше не о чем. А все-таки Казанский университет, историческое образование, педагогическая практика, три месяца в четвертых, пятых классах. Я понимаю, детей обманывать нельзя. Это потом аукается. Вот сейчас и аукается, кстати. Потерянные поколения. И я, значит, ну, то есть тянуть на каких-то, да, контракта там не удавалось. Я ушел за елку. Типа, Дед Мороз, раз и нет его. И за елки выглянул, дети стоят. Родители как-то поднапрямились. Это мне сразу не понравилось. Я вышел за елку, карманы. Нет карманов. Ну, там, может, конфеты какие-то, или, да, с прошлого Нового года в костюме. Нет. И я так... Глазенки-то, понимаете, рентгены. И вдруг я говорю, дети, а знаете, почему Снегурочки нет? Скажем, дети, описывшись второй раз. И тут Остапа понесла. Я говорю, знаете, Снегурочка к нам шла, но Серый Волк ее притиснул в подъезде. Дети, мы сейчас пойдем, Волку лапы переломаем, Волку разобьем, хозоторвем. Я написал смерть этого Волка так живописной, что сам содрогнулся, и дети просто забыли так слегка. Родители начали тут бывать уже интеллигентно. И я стал ходить вокруг его. И каждый раз показываясь из-за этого, говорю, а, вы здесь дети? Потом у меня была заготовлена последняя фраза, которую мне пароль дали под страхом смерти, что дети внизу за 3,50 подарки. 3,50, тогда была цена подарков елочной. Все ребята идут. И вот через второй раз я вышел, значит, ну что там, мандаринка, печень, пески, деликателет и так далее. Не поможешь. И все по-другому. Вот я вышел, сказал, так, дети, а сейчас все вниз за 3,50 подарки, и дети с воем убежали. Родители отступая, прикрывали. Отступили. Я вышел в спортзал, сообщающийся дверью с этим вестибюлем, где происходили эти пусы. Я сел на лавку, и я вот, честно вам говорю, я уснул. Очень была велика потеря нервной энергии. Я уснул. Проснулся от того, что побежали юные восклифористы и стали с тяжелыми мечами бить по Дедушке Морозу и в конец церкви. Сейчас Дедушка Мороз пьяный, Дедушка Мороз пьяный. Ну, это такой образ сознания советского ребенка. Сейчас не знаю. Это такой образ Дедушка Мороза, сознание российского ребенка. Вот, я проснулся, я сел в 10 минут. Я уже снул. Очень устал, Дедушка Мороз. Провел одну югу уже своими стрельцами. И опять уснул. Второй раз я проснулся от того, что у меня били в ребра шпинками. Даже в плисовый костюм не спасал. И стояли работники Молодежного центра и говорят, что ты спишь, Дедушка Мороза. Я тебя хрик, я тебя выкликаю. Вторую смену запустили, и 10 минут они кричали, Дедушка Мороз, Дедушка Мороз. С просонок, а все-таки долг превыше всего, я влетел, значит, в вестибюль. Николай, гаджеты. Я, махая палкой, влетел, и дети просто, они от ужаса, ну, не знаю, попадали. Потом оказалось, что, значит, когда я запотел в плисовом костюме на первой елке, от нервов, помада растеклась по усам и по бороде. И вот кроваво-красное что-то, красный сыр, где синяя борода вы стоите? Это была красная борода. С красными усами. И вот этот пожиратель на лепих детей с синим мажущимся потоком. И тут я уже знал, что говорить. Я уже буду реагировать. Здравствуйте, детишки! Уже не дожидаясь ответа. А почему с Негорычка, я все рывок, сука, а вот там, это, съел. Все, я выпалил за 34 секунды и все, и под елку уже сразу. И там я сидел. Ну, когда-то не выйдет. В это время оступилась подлянка. Сказывается, за время моего сна работники Казацкого молодежного центра, спасая вторую порцию, и хотя бы от Энуреза, они, значит, принесли йодника. Помнишь, были такие? Роганола йодника. Извлекало три звука, да. То есть, они поставили йоднику, за нее поставили человека, и он заиграл. В лесу родилась елочка. Почему я зарыгал, когда-то не заиграл. И когда он заиграл эту мелодию, какой-то очень подлый голос, потому что мы так договаривались, микрофон сказал, а сейчас танец Детушки Мороза. А я под елкой сижу. Я говорю, не, 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 какой танец, вы, что-то. Меня заколоши вы, и я решил танцевать. Я стал танцевать. Я почему-то решил на второй секунде танца пойти в присядку. Присесть я присел. Мне говорится, выход силы я не сделал. На лошадь мелькнули передо мной, и я упал. И вот у меня воспоминания, я упал, так на заднюю тусел, и клубы пыли стали вздыматься в этих глазенках, на фоне глазенок. И сидя я уже обрешенно сказал, дети, все вниз, за 3,50 подарки, я узнал тебе. И почему-то, вот черт меня дернул, когда они ломанули вниз, я в конце сказал загадочную фразу, я вам сегодня присьюсь. Я до сих пор не могу понять, зачем я это сказал, потому что НЛС случился сразу. По удаляющемуся бульками и по нарастающему бульбару, простите, одна женщина, она так задом прикрывала, значит, очень так, технично, отступала задом, смотрела на меня сменинно совершенно взглядом, разводный язык у нее влезал. И тут, и она так шипела, ох, как скучно-то, скучно-то как, я ей сидя говорил женщине, это не скучно, это страшно. Вы очень ротки в своих оценках. После этого я слазил шапочку, перчаточки, валенки, калоши. Отдал очень тихо и мрачным работникам казанской молодежи в центре, которые не смотрели, не знаю почему-то. И я ушел домой. И вот, рассуждая о бренном, я долго шел до дома, по морозной Казани, да, в результате я вынужден был уехать из этого великого города. Да, и вот все это было описано в первой песне. Я тоже буду Дедом Морозом, поздравляю вас с наступающим. Я вам приснюсь в ночь с тридцать, в ночь с двенадцатого на тринадцатый, вот так. Или нет, с тринадцатого на четырнадцатый, у нас с каждой стороны выросли. С тринадцатого? С тринадцатого. Мы с Евгением Николаевичем вам шокури делаем. Пастим, да, точно. Мы вам приснимся, и вы услышите вот это. Вот и старый проводильник, вот и новый поступил. На любимую мозоль, да, так что просто нету сил, но разрывается на части телевизорный цветной. Тот, кто выпил, будет счастлив, тот, кто выпил, будет счастлив, тот, кто выпил, будет счастлив, кто не выпил, тот больной, о, больной, а поподлюка, а потому как жизнь одна. Это такая братца штука, после хоша пьешь на дна, кто зальет ее шампанским, а кто крошкой своей. Заводи, мотивчик шпанский, заводи, мотивчик шпанский, заводи, мотивчик шпанский, сердцу будет веселей. Телевизор, телевизор, телевизор говорит, тянут еле лапы внизу, новогодний шар за ней спит под юг, ее же бритый, видит радостные сыны. А за старым все выквиты, А за старым все выквиты, А за старым все выквиты, Перед новым все равны. А вот и старых проводили, А вот и на улице стойки, А вот и новые проводили, А кто в черных купил, Старые здесь такие, Старые я седой, Какие здесь обморки шарят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На этих проникновенных строчках, Продлежащих брат Евгений Николаевич, Который, отслужив действительную службу, Да нигде не на Терпичке, Приехал в Москву, И зайдя летом в переход на Тверской, Увидел эти небесные создания, Москвичек, Практически отсутствующих, Мини-юртках. Он прислалился к Стивеевскому, Старые, Я седой, как пейте, Семной, отешиваю. Большего крика души, Больше глубины, Я еще пока не слышу. Николаевич, смевает? Не потому, что некрасиво, да? Потому, что жарковато. В общем, мы не решили, Что дальше будет происходить. Не, ну а сейчас мы что, Будем петь, потому что у нас положено. Так, вы, значит, не хотите, Чтобы что-то пели, Что вы хотите, да? Пойдем, пойдем, свадьба, да. Хорошо, свадьба, так свадьба, Ну ладно, поехали. Не видим препятствий. Да замы. Не хочет петь, да? Почти. Это хорошо. Да замы, ну почти. У меня человек, когда закрыл звонок в дверь, А он к жене говорит, Ты моя сестра. Это тоже хорошо. Ну начинает светлый образ Почти невесты. Сойди спать, скорее, черт кудрян, Мимо ботинки вычистит, А я-то дура упустила славу, Там хоть свекровь зараз, Но от нас. Ну и ты, две сестры, не затаскуешь, Но на меня не очень поорешь. У нас, которые, если не любуешь, То долго на земле не прожил жених. Соседский вовка на ледный стакан, А я плакнул и на тех, да не ледусь. И вот теперь и моей свободу место На шею виде бабочки. Ах, да, но ничего, я тоже не цветок, Потяжелее ее кило на восемь, Чуть что наркаут, и прощенья бросим. Открой глаза, и мяюся в потолок гостей. А вы какой-то, а все какой-то, А поцелуйтесь горячо, А поцелуйтесь дай-ка скойкой, А вы за маск нальем еще. Работник так, смотри, ты же брачущий слой. Вот с этим вы такие улыбающие, Вот с этим вы таки любующиеся, С вами отношенью заканивающиеся, Вот этим вы так же расписывающиеся, Вот неси свидетель уже нажравшегося, Вот здесь, и здесь, и здесь, Господи, неси свидетель совсем с жилья отпившимся, Теща. Овощи, что это, винтовода, Балботинки, мошины, На макушке, на его, да волосы зерошины. Свекровь. С балботинками вошим, А в реческах сбилась я, От того, что рядом с ним марш, Придурилась я. Пусть их. А только горько, А все вновь райко, А если горько, то давай. Раз, два, три, Дуй. Спасибо, Горько. А ну за это наливай. Свидетель, любимый образ. Чар. Мы сколько пацанами, А сколько людей. А, о, кто не с нами. А сколько, Вообще. Работает в датсах. А теперь в датсах, Приверности и добрости. А меня эти кольца, Виде, но что гроба, Что уделили всех с радостей и уходистей, Что были в руках, А сама в рот. А если я сам кинет, В другую молодую, Добрый, ты будешь в тридцать пять, И напишет на развод заявление. Невеста. Колечко на палец попался, Ранее выдержит кило, Сухофруктов, ментай, И сорняноси кровь. Закуску все гости Приносят с собой, А что не томили, Уносит домой. Постяпка, горько, Дурико, А все, Дурико, А поцелуй, Дизико, И еще. А поцелуй, Дизиканька, Скройкой, А мы за вас Стали обречем. Дед, Не версты, Как всегда, Из-под стола. Наверх вы, Товарищ Сефан Стал. Да, А угробчи, Да, Сыч, Потише, Сыч. Эй, Жотко, Нуфко, Подужай, Подужай, Да, Ну да, Кучу, Свадьба Обратная, Вангла, А там Нофай, Звучит музыка. 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 кольца бьет. Сейчас не громко или громко? Нормально? Все-таки мужская песня. Песня несчастного великого мужчины. Который, знаете, я говорю, в ночь с 8 на 9 марта, нет, с 31 на 1. С 31 декабря на 1 апреля. Он не понимает, кто он, что он, где он. Нормально? Николаевич. Спасибо, конечно. Нашим родным людям, которые подарили нам это. Ну, как-то надо фильтровать было базар у Николаевича на калстике. Надо написать здесь и краткой датой, тире, успокойте. А нервный не восстанавливается. Ну, пусть всех останутся. Останутся только спокойнее. О, как это надо. Ну, давай. А еще? А еще? А-а-а! Примеры песни. Так вздох раньше мне было. А еще на улице темно Ни души, ни звука, ни огня А еще горит мое окно В комнате, в которой нет меня А еще стою в темночке Никого со мною рядом нет А еще я выродил ключи Не найду в потелах, а дайте свет А свет светолик, светолик, а хоть куда Слышь, звенят ключи в кармане Да не те, а те сказнули из кроватого до беда Не найди их, не соврать их в темноте А еще уж скоро рассветет Дураком будет прокричить А еще повылетел народ И заточат все мои ключи А свет светолик, светолик, а хоть куда Слышь, звенят ключи в кармане Да не те, а те сказнули из кроватого до беда Не найди их, не соврать их в темноте А пока на улице темно А пока стою один в ночи А пока горит мое окно А еще я выродил ключи А свет светолик, светолик, а хоть куда Слышь, звенят ключи в кармане И да не те, а те сказнули Из кроватого до беда Не найди их, не соврать их в темноте Не найти их, не соврать их в темноте, Не найти их, не соврать их в темноте. Погода была практически такая, Какая была вчера. До декабрьского наставления, Блокированные дождями, Пьяный дедушка Мороз, С прохудившимся мешком, Красный нос, конечно, слой, А в мешках, что под глазами, Есть местечко для слез, Убегающих тайком. Ветер времени сорок, Он не знает состраданья, Он швыряет полкисеня, Напобитый молью плис, И в не лучшем из миров На задворках мира задания Одинокий человек, Согреваясь, бьет на месте. Непонятные дома, Непонятная погода, Да спешащие назад Старомодные часы, Вот такая вот зима Наступающего года. Солнца нет, но есть закат Очень средней волосы, Ветер сам уже подвез, Забывает из-под ордей, И снежина, чья мошка В душу норовит залез, 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 Музыка В душу норовит залез, Кто сегодня вспомнился, и зачем? Из огня до полный мягкий, столько лет Вы живете вовремя или нет? У кого не спрашивай, все земные А во что окрашены ваши сны? И рожденья странные, праздники В них живут обманные сквозняки Вроде только мило двадцать лет Тунуло и скинуло, нет как нет А ни к чему попрошу, слезы лить Лучше по-хорошему нынче жить Наливаем рюмочки по полотне Закрываем форточки по полотне Наливаем рюмочки 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 по полотне Ветер, ветер пролетел, тетер на березку сел Оглянулся заскучав, крупным глазом застрочал Сторона моя, старонушка, Братца ждущая лёдушка, Темно, где вода всегда, А кричи, хоть не кричи, Нет причины для прочин. Накрывает туча дом, Буча-буча в доме том, Гасит ветер свет лучи, Слитет горе на печи. Сторона моя, старонушка, Из-за тучи ясно солнышко, И шурчет из лотника века. Через много-много лет, Так не тёмно будет свет, Будет белым-белый снег, Человеком-человек. Сказку новую найдёт, Настоящий Новый год. Сторона моя, старонушка, Братца ждущая лёдушка, Темно, где вода всегда, Всегда сторона моя, старонушка, Из-за тучи ясно солнышко, И шурчет из лотника века. Человеком-человек. Третий столик. Мнение разошлится. Снимает за кино, там, да. Карават. Бакин, Карават. Барис Филтон. Барис Филтон. Барис Филтон. Сказал Барис Филтон. Это на второй день уже накидали на... Михалыч, запомнил? Да. Все запомнил? Все три песни запомнили? Все. Да. Ну, так... Значит, вот несколько песен, такие разноплановые, все-таки разно, я бы сказал. Хорошие слова, дорогая, я бы сказал. В прошлом, я думаю, что есть такая история. Шли мы, господин Александрович, на яхте из Хайпы... Димасол, да. Димасол. Я, кстати, до этого дня думал, есть ли у нас... То есть, яхта-то плыла, а мы по ней шли? Ходили, пока Мадрид. А я думал, есть ли у нас яхта, есть ли у нас яхта или нет? Есть. Как ты сказал, гениальную фразу-то сказал, что... Маму как надо... Я говорю, два дня в море ушел. Первый и последний. А там всю ночь. У нас там автопилот, а у меня свой автопилот. Ну, автопилот-то мы напоили сразу. Он столько не пил никогда. Между прочим, имеет смысл еще вспомнить историю. Вот только мы из Хайпа выходим, а выходим в ночь. Можно только ночами, можно перемещаться. Вот день-то у нас занят все время. И я спрашиваю капитана, я говорю, а вот смотрите, как мы будем понять, вот стоит, там лынки горят какие-то... Это, мол, беленькие или нет? Нет, беленькие, и там здесь зелененькие, и там синенькие. Значит, он вот этим боком ко мне стоит. А если, значит, вот этот, то он идет этим бортом ко мне. Ну, и там как-то мне объясняются, говорю, а что у вас вот тут такой вот яхта, что ли? Он, скажу, ничего не ответил мне. Как прыгнул он куда-то, что-то раз, типа за бортом. Прибрал, вот. А мы сидим чуть-чуть сзади, вдруг я смотрю, вот такой высоты бакин, ну, такой морской бакин. И он так облизывает борт нашей езды, я-то успел его взорваться. Трехтонная машина, мы об этом облизывали. Обалденный бакин. И так издевательски у него этот, пи-м, так мигнул, и все. И вот так идем дальше. А капитан так холодную воду тер, так, открыл новый ящик вина. Залить горячим. А только сказал. Значит, мы пришли утром, а я уползаю, бурил хоть два раза, а я уступил на борт. Вот. А на следующий день он приходит и подарил мне вещь совершенно для меня бесполезную. Гениальная вещь. Я даже сфотографировал не говорите. А нет у тебя, как я рисовать? Нет. Телевизор есть? Нет. Вот он мне дарит вот такую золотую печатку. Золотую печатку. На палец. Потому что, если бы мы в нее потеряли бы много. И с этой печаткой на пальце Евгений Николаевич в Кремлевском дворце играл Александру Маршалу. На день обязательно, чтобы, ну, пацаны-то должны играть. И он просто, первые три ряда были ослеплены. Он очень праздником на шею надевает. Серьезно, какая-то малыша приказа. Серьезно. 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 Когда-то я плавал. Нет. Я плавал. Я точно. Я как это самое. В прорубе плавал. А ходил-то пароход в круиз. И пароход ходил там по Нормегии. И потом от Варьевских островов пошел к Исландии. Уже вышел в океан. Оказалось, что пароход там... Я всегда гордо говорил, что в списке ста круизных судов он занимал почетное сто первое место. То есть его не было там. Его сварили из многих лодок. Когда мы заходили в какой-нибудь порт... Кто это все? Моргенку передали. Мы заходили в какой-нибудь порт норвежский. Норвежцы так токали языками. Ах, 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 ах. Как вы на этой калоши плаваете? Как же, если мне утонули? А круиз, там, 350 человек. 350 человек, круиз. Короче, когда мы вышли из Варьевских островов, пошли в Исландию, мы попали в 9 баллов. Да. Придевая толкунова царствия небесного празднула. Пыталась праздновать свои день рождения. Не удалось на третий сутки. Вы знаете, когда моторы встали, устал уже не до смеха. Вот. И просто для того, чтобы песня была понятная. Валера Исляйкин, столист Московской театра Оперетты, и палубный матрос Ваня, неопределенного совершенно пола, место жительства, весь улыбающийся человек, единственный славянин среди филиппинцев, которые были палубными матросами. Филиппинцы, все были мистеры Бины. Они ходили так, мистер Бин, и уходили. И вот они решили, знаете, каждый умирает по-своему, они решили сосчитать все оптушители на суде. И когда их в десятый раз поперли уже из машинного отделения. Когда их ломались с мостика. А командир, капитан корабля и все старшие офицеры греки. То есть греки, филиппинцы, украинцы, это обслуживающий персонал в ресторане. И вот Ваня, палубный матрос один. И Валера Исляйкин. Все. Значит, Толкунова, Семен Альтов с женой и двумя очаровательными внучками. И все уже стали прощаться. Все пришли в музыкальный салон в одеялах. Рояль летал просто по полу, лишившись всех трех ног. Компьютеры летали, пальмы выдраны. Скоро, действительно, было страшно. И все уже так думали, господи, а где мы? А не важно. Где у нас похорон? Не важно, ладно. 9 баллов. И я и моя семья были приписаны к шлюпке номер 5. Вот что, собственно, побудило меня как-то активно бороться за жизнь. В каком плане? Шлюпок на корабле было четыре. То есть подвес каждого борта. Я искал пятую. Шлюпка номер пять, там, спасательный круг, надеть на себя, там, белую простыльную дыра, там, поёк сухой, там. И явиться шлюпкой номер пять. Я бы явился. Куда? И, значит, я искал и не нашел, наверное. Вот когда, ну, все-таки мы выкрепли, укрепли мы куда-то в Норвегию, все нас не ждали вообще. Какой-то рыбацкий комфорт мы пристали, значит, эта наша посудина вошла. Да. Было, не знаю, там, две минуты, чтобы запустить хотя бы один из моторов. Потому что моторы встали все, нас стало просто бить. И запустили на мотор, он так, и боком, матерясь, куда-то убежал. И все на земле потом ходили, и всех так... Всех шатало. И я написал такое, значит, музыкальное жертвоприношение. Шлюпка за вертой. Сейчас дай мне память еще и говорю. Какую-то форму, название. А. А он тоже не хочет показывать. Внимите руки, кто плавал, кто ходил вообще. Вон отсюда. Вон отсюда. Вон отсюда. Вон отсюда. И так, Исландия, Исляйкин и все остальное. Парутный матрос Ваня. Парутный матрос Ваня. Загрустила, грустная. Парутный матрос Ваня. 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 ответ нет, блин, в реке, будем считать, что эту страницу мы проплыли, проехали, может быть, может быть, из-под корки выкрепят в корку, потому что там есть одна нота, ради которой все это сделалось, нет, бакет, конечно, да, бакет, бакет, да, после этой ночи Евгений Николаевич Быков получил почетное название, помимо гайки на палец, получил название буль-тур, Николаевич, бой, потому что бой только, потому что бой только, а Николай просто Николаевич, ни слова лжи, старый бакет на реке, ночь уже не вдалеке, бакет сожигая огонь, Баржа бросит Ты засинешь в своих волонах, буду я плутать в потянух, да не дай бог, на топлях ветер бросит Ты засинешь в своих волонах, буду я плутать в потянух, да не дай бог, на топлях ветер бросит Старый бакет, как часы, усмехается в усы и расчесывает их к ревню волны, как последний солнца луч, не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь, свечкой бой. Как последний солнца луч, не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь, свечкой бой. На реке огонь горит, на морже матрос стоит, я машу ему пол, словно в детство, и моржа прошла уже, и спокойно на душе. Бакет, не гаси огонь, дай бог, на морже матрос стоит, я машу ему пол, словно в детство, вот тогда зажгу огонь, свечкой бой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас здесь с второй Podcasts, первую часть закончу, вы пока вспоминаете, что ещё запросить, мы пойдем разучиваем то, что вы уже запросили. Субтитры сделал DimaTorzok